Всем хай! Боже, вы знаете, в Корее есть очень много преимуществ. Например, вид. Это вот буквально вид из моего окна. Я здесь, вид тут. Красиво. А также в Корее есть очень вкусная еда. И это плюс. Но где плюс, там и минус. Я ужасно оттекла, поэтому я хочу попрыгать перед тем, как начать делать макияж. Боже мой! Мне сказали в Селеграме, что если попрыгать, то отёки могут уйти. Пожалуйста, отёки уйдите. Мне нужно снимать видео про то, как я корейскую косметику проверяю. По факту отёки отстой. Надо было есть меньше солёного и острого на протяжении практически месяца. Спойлер, они не ушли. Я буду проверять корейскую косметику. Опа! И у меня её тут целая куча. Я хочу попробовать сделать сразу не один, а несколько образов. И вообще, кстати, знаете что? Я накупила кучу всего из косметики для того, чтобы сделать образ. Одно протестируем косметоз. Кстати, всю косметику, которую вы видите, мне советовали мои друзья, которые здесь живут. То есть здесь именно те средства, которыми многие из них реально пользуются. То есть это не просто какие-то рандомные косметические штуки. Сегодня я хочу попробовать сделать несколько образов. И дело в том, что пока я здесь находилась с моей подругой, мы с ней подсели на один сериал. Возможно, кто-то из вас его уже знает. Я сошла с ума, я сошла с ума, мне нужна одна, мне нужна одна, мне нужна одна. Просто должна пролиться кровь. Я сошла с ума, мне нужна одна, мне нужна одна. Это новый сериал наиви. Пансион называется. И меня очень вдохновили их образы. У них такая невероятно красивая эстетика. Это просто муа. Я вам отвечаю, мы потом даже в магазин пошли и купили одежду в таком стиле. Вы вообще меня в этом можете представить? Вот и я не могу. Вот и посмотрим. И вот оно, мое вдохновение. Начнем с первого образа. Вот этого. Итак, смотрите, для первого образа, который будет выглядеть вот так, здесь достаточно все просто. И я выбрала именно его, потому что здесь, казалось бы, акцент на брови, акцент на хороший тон и акцент на контуринг. Мне кажется, это прям вот то, что нужно для проверки корейской классической косметики. Ну, для начала. А потом из него мы сделаем уже что-то сложнее, а потом еще сложнее. Ну, вы поняли, да? А еще я поняла, что у меня ничего нет для бровей. Ладно, пойдем в магазин. Я его купила. Карандаш для бровей. Первый макияж благородный. Перед макияжем нужно хорошенько подготовить кожу лица. Для начала я умываюсь, а потом наношу очень увлажняющий лосьон. После него наношу крем и приступаю к нанесению базы. Попуковка, блин, конечно, вообще очень крутая. Такая же крутая, как мой палец. Подписывайтесь на мой телеграм-чанел, если вы хотите увидеть, как мне лечили, блин, мой палец, мой ноготь, который отвалился, как ходил корейскому врачу и вообще, что произошло. Это все там. Так, значит, по консистенции у нас такое розоватое, немного липкое. Ну, ок, попробуем. Блин, не хватает каштаревой руки, ну что делать? Будем делать все одной рукой. Что, мы не справимся с этим, что ли, ребят? Слушайте, ну эта база какая-то прям вообще очень базная. Она конкретно белая, и это прикольно. Но по липкости все-таки пока что немножко липко. Надеюсь, это пройдет, но как бы... Вот прямо сейчас не супер. Окей, предположим, я нанесла базу, теперь буду наносить кушон. Просто зацените упаковку, я дико с этого ору. Вот это, знаете, самая прям natural упаковка в мире. Ну, в принципе, бренд тоже называется Natural Republic. Прикол в том, что сейчас, когда буду наносить, он будет супер белый. Ну, то есть, прям вот совсем мега супер белый. И мне очень интересно, как он ляжет на мою кожу. Ой, я прям много зачерпнула. Блин! Прикол кушона в том, что он очень белый, но потом подстраивается. В этом образе, очевидно, акцент на брови. Кстати, карандаш мне никто здесь не советовал, я не знаю почему. Но я его купила в самом дешевом магазине. Это типа что-то аналог нашего фикс прайса. И вроде как он выглядит достаточно интересно. Сейчас глянем, что он там себе представляет. Кстати, в комплекте даже точилка шла. Вот так вот выглядит карандаш. Слушайте, ну как будто бы он даже по цвету нормальный. Если бы он еще рисовал, было бы вообще хорошо. Но в моем случае ему придется справляться с этими бровями, потому что как бы как она сейчас сделала повторение образа. Про повторение не знаю, вот кожа оказалась в итоге слишком белая. Прикол этого карандаша знаете в чем? На руке он нифига не рисует, то есть он вообще не мягкий. Но на бровях он делает все очень классно. Как это так работает? Что за магия? Кстати, я не знаю, вы вообще смотрели этот сериал или нет, но если нет, вот в чем смысл. Long story short. Это такой мистический триллер про женский пансион. В общем, этот пансион отправляют своенравных барышень. Ну, типа на первоспытание. Ну-ка, да здесь номера, за кого бы это туда отправили. Ладно, дальше там вообще на самом деле не смешно. Ну, не знаю, как бы это все описать, чтобы сильно не спойлерить. Но представьте себе пансион на острове в Балтийском море. Оттуда так просто не уйти. Вокруг ведь вода. И главной героине приходит письмо о том, что ее сестре грозит опасность. И, в общем, ну, она едет на ее спасение. Слушайте, я вообще снимать насмотрю. И в целом я что-то как бы, мне кажется, не могу оценить этот тон слишком хорошо, потому что, ну, он что-то как-то вообще подчеркнул все, что мог. Нет, ну, тон получает дизлайк. Продолжаем. Брови как бы спасают ситуацию, и действительно, этот дешманский карандаш, мне кажется, даже очень крутым. Слушайте, я не ожидала. Ну, брови такие, да, как бы на 140 рублей выглядят. За 138 получают лайк. Показываю следующие два карандаша, которые я купила. Вот это, ребят, просто максимальная находка. Честно, уже использовала. Что это такое? Это карандаши-консилеры. Я в целом очень люблю карандаши-консилеры, но, господи, боже мой, вот конкретно эти, они тупо лучше. Смотрите сейчас, какие у меня брови будут профессиональные. Причем очень легко использовать. Ты прям вот так вот наносишь. Вот тут вот, где нужно. Бам-бам-бам. И прям все. И у тебя идеальная форма брови. Ну, только растушевать надо. Очевидно, что в этом образе не нужны никакие лютые стрелки. Поэтому, кстати, я думаю, вы видели много азиатских макияжей, когда сейчас модно рисуют реснички. И я купила такого плана себе айлайнер, чтобы был эффект макияжа без макияжа. Но глаза оказались еще более глубокими, чем есть на самом деле. У персонажа еще, знаете, такой болезненный вид немного. Мне эта тема, в принципе, нравится, но вы знаете. Да, девочки, мальчики, делаем такой вот макияж супервоспитанницы, пансиона. Не знаю, насколько благородная я была бы пансионерка. Оцените от 1 до 10 степень благородства. Вот это средство мне очень сильно советовали. Бренд называется HINCE. Вот так вот выглядит. Типа он безумно крутой. Такие вот румяна одновременно с хойлайтером. И нанесем его куда-нибудь. Не то, чтобы они у нас какие-то румяные были, но скорее нужно просто немножко подчеркнуть цвет кожи, а то какие-то неприятные вайбы. Добавлю помаду. Прям совсем-совсем немного. Можно даже остатки помады чуть-чуть на глазах. Добавить, знаете, чтобы просто они были такие более уставшие. Слушайте, ну выглядит реально очень круто. Я не знаю, вам нравится или нет. Сейчас, подождите, я переоденусь и вернусь. Капец, мне нравится этот образ. Боже мой, как круто это выглядит. Я даже не поленюсь, попозирую, фотки поделаю. А вам тоже всегда кринжово смотреть на такие сцены, когда где-то кто-то позирует или танцует, чтобы показать какой-то свой образ. Теперь знаете, что я хочу сделать? Теперь я хочу все это максимально докрутить и прямо вот в своем стиле сделать. И косметику-то проверить, потому что все это, конечно, потрясающе, но косметики у меня осталось еще много. Второй образ. Чтобы усложнить образ, для начала я сделаю больше контуринга на глазах. На этот образ меня вдохновил образ героини Захаровой. Она наставница пансиона, такая властная, важная женщина. И вот хочется чего-то такое. Я не хочу вам спойлерить, потому что, понятное дело, это важный персонаж сюжетки и не очень хотелось бы здесь раскрывать все карты. Поэтому я просто покажу вам макияж, который меня вдохновил. А вы оцените, какой мейк вам нравится больше. Первый или вот этот вот второй. Мега уважаемая палетка рублей так за 600. Просто очаровательная. Это прям глиттерные тени, которые я накладываю сверху на контурин, чтобы он давал легкое поблескивание, но при этом как бы сохранялось, ну, скажем так, немножко цивильно, потому что нет смысла делать какие-то лютейшие штуки. К этой потрясающей палетке мы еще вернемся. Кстати, у меня даже подруги просили, чтобы я их притащила. Нужно будет подчеркнуть нижнее веко. Естественно, как это тут делают, как это мне тоже нравится делать. И попробую я подчеркнуть как раз-таки той штукой, которой я рисовала себе ресницы. Не знаю, насколько удачно это будет. И кажется, это достаточно удачно. Правда, буду растушевать, надо будет немного. Такие штуки, это самые популярные вещи здесь, ребят. Они продаются на каждом углу. Ты покупаешь одно, тебе подарок дает 10. Ну, я, собственно, и взяла все. Очень у меня их много. А также купила отдельный вот такой вот специальный маркер с блестками. Ребята, он просто потрясающий. Я его уже использовала, потому что не смогла удержаться и дождаться проверки. Просто посмотрите, вау! И вот это вот все прям под глаз. Прям под глаз! Прям под глаз! Круто! Я нанесу его сюда. Круто! Сейчас добавим синяков. Что мне нравится в Корее, так это то, что когда ты покупаешь какую-то косметику, вот просто рандомную, да, например, я хотела купить подводку, обычную черную лайнер, мне, блин, вместе с этой подводкой положили целую коробку, в которой было средство для снятия макияжа. Не, ну, слушайте, это реально очень приятно. Хочу, чтобы она была немножко ретро. У этой подводки, ну, прям, очень тонкий кончик. Это, наверное, самый тонкий кончик, который я когда-либо встречала из подводок. Плюс в том, что реально прорисовывают какие-то маленькие детальки. Минус в том, что тяжело прокрашивать большие куски. Вот шутки шутками, а стрелка у меня реально знатная получилась. Вот это, конечно, стрелка. Сама кайфует. Интересно за подводки или просто потому, что стиль макияжа такой необычный, и мне нравится, как это выглядит на мне? Кайфово, кайфово, кайфово. Смотришь на эту подводку и хорошишься. Ставим лайк. Блин, это так круто выглядит. Она выглядит прям вообще немножко сумасшедше, но сдержанно. Вот прям реально, знаете, серьезный такой образ настоятельности. Ладно, 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 стоп. Сказала она, стоя в шортиках Hello Kitty. Ну, на самом деле, курове. Да, я в пижамных штанах. Бахнем побольше богатства, но сначала тушь. И снова мы возвращаемся к тому, что ты покупаешь тушь, но тебе дают в подарок целых две туши. Кстати, эта тушь очень интересно выглядит. У нее очень маленькая, тоненькая штука. Я помню, у меня когда-то миллион лет назад, когда еще в Японию ездила, была такого формата тушь, и я уже, честно говоря, не помню, она мне нравилась или нет. Но то, что дали сразу две, это очень приятно. Она прям очень смол. Не уверена, что этим смол получится хоть что-то прокрасить, но посмотрим. Ну, не могу сказать, что эта тушь у меня как-то порешилась по вкусу. Уж больно она маленькая. Не то, чтобы удобно было красить ресницы. Ой-ой-ой, не-не-не-не-не. Это прям совсем неудобно. Не круто. А нижние? Ну, не скажу то, что как-то особенно удобно было бы. Уж больно маленькая кисть. Мало средств дает. Блин какая-то. Не-е-е, она держит, это мои туши. Вот это тушь-тактушь. Люкс-визаж. Сейчас как просто одним обоем и сразу ресницы огромные будут. Добавлю еще глиттера. Видите, у меня сиреневый прям вот сюда вот. Все должны понимать, что женщина богатая, серьезная. Настоятельная. Не глиттер, просто сказка. И теперь возьмем помаду. Я думаю, что я пробую сейчас сделать это по корейскому лайфхаку. Смотрите, что они делают, что сейчас тут модно. Берут вот такого вот плана помаду. Наносят на все губы. Помада имеет очень лодную консистенцию. То есть ты проносишь, она начинается, как будто вода растеклась по губам. Очень интересно. И вот на это добро я нанесу темную плотную помаду в центр. Что-то хлюснуло. Надеюсь, сниму палец. И теперь самый главный лайфхак, который сейчас все используют, в том числе в группе G-IDOL. Так, наносим мушку. Она у меня тоже в тему. Ну раз. Красота. И у меня здесь есть моя природная родинка. И я просто подчеркну два. Пойду переоденусь в сиреневое платье. Ну что, ребятки, оценивайте мой финальный образ. Вот так вот он у меня получился. Обязательно смотрите сериал по ссылочке, который я указала вам в описании. И напишите, как вам этот сериал. Потому что мне он безумно понравился. И образ действительно классный. Так что давайте скорее бегите смотреть на Иви этот мини-сериал. Все серии уже вышли. Кстати, если вы любите сериалы на мобильном, то вы можете скачать их в мобильное приложение. И смотреть не только сериал Пансион, но и любые другие по подписке за 99 рублей в месяц. Ну а я всех люблю, всех целую. И всем пока-пока. До новых встреч.